приветствую всех с вами холдым и мы продолжаем проходить игру они вани другая история зайчик другая история продолжаем идти по пути несогласия того что мы отказались эти с ромкой на то деле и дельца хотя честно говоря мне уже все больше хочется уже поскорее увидеть сердце что там такого интересного и еще кстати говоря интересный факт если посмотреть на менюшку там есть почти все если там переводить через там загрузки т.д. загрузка и другие кнопочки там появляются животные есть зайчик если со есть сова есть медведь а вот волка то нету а что там алиса говорила в предыдущей серии кстати говорящая подсказка с не выйдет то что намек на то что вовочка превратился волка вовчика и кстати говоря его же вовчик зовут вот те кстати говоря его вовчик зовут что-то слишком подозрительно ну ладно давайте продолжим надеюсь вам понравится приятного просмотра и выпьем за вас и за то чтобы наш канал не помер а то сейчас какая-то такая странная ситуация youtube просто нафиг срезает просмотры тут с видеороликов не пойму почему ну чтож продолжим от бессилия дальше мириться с этим я закатил глаза в потолок сунул руки в карманы и проигнорировать проигнорировав театральные выпады театральный выпад катего ваш зашел в кабинет она достаточно быстро отцепилась ваш следующий раз также попробовать кажется это весьма действенный способ ладно пора бы пообщаться с полиной насчет записки которые я нашел у нее в в ее книге однако но несколько раз пробежав полю по 1 полица в одноклассников полина не попалась решил смотреть кабинет еще раз я вдруг заметил что полина почему-то сидит за моей партой она посмотрел на меня и помахала рукой я немного засмущался но не растерявшись подошел и сел на край парты который на край парт которая стояла впереди моей привет полина кстати говорят ты у нас на привычку добро пожаловать на привычку один на привычку возьмем а так на привычку я его улыбка самое лучшее что может произойти на у произойти утро усевшись поудобнее посмотрел в ее глаза они казались мне бездонными и прекрас будто бы я смотрел на звездные на звездное но при этом голубое небо я хотел и дальше продолжать наслаждаться и но постоянно смотреть в глаза своему собеседнику немного смущает поэтому я простым вопросом решил разрядить обстановку полина с сожалению покачала головой дедушка мне всегда говорил что потерянная всегда возвращается в большем объеме осталось ожидать что-то потеряла может я смогу ей помочь амулет который подарил мне дедушка в виде когтя он должен был оберегать меня от зла как видишь он справлялся с этим хорошо а вот я не смогла уберечь его амулет случаем не тот который сейчас висит у меня на шее это наверное совпадение но я как раз получил какой-то амулет такой же вроде как ты и описала в виде когтя вряд ли это мой такого когтя как на моем нигде уже не найдешь может и правда не ее ну ты глянь хоть а то я не уснул если узнаю что своровал что-то у тебя полина безнадежно вздохнула с я стал расстегивать рубашку полигина отвела взгляд и еще как и щеки пророзовели выдавая смущение в ответ я лишь усмехнулся я хотела сказать тебе в этот момент мои щеки тоже стали розоваты что же она хочет сказать что что я ей нравлюсь о какие ладно тоже подойдет готова и вич ты быстро за развеялись дружись многие девочки считают меня скучно из-за моих интересов а мальчиком лишь машины спортивные пистолеты железные подавать как будто дети малые как хорошо что ты не такой ты мыслишь не на свой возраст антоша и этим ты мне нравишься рассказал и рассказал и она сказала это это вылетит в атмосферу от радости нет еще не время что там рад стараться особенно для тебя я наконец снял амулет у полина округлились глаза это же он антоша ты уверена да точно он тогда как он оказался как он оказался в сугробе возле школы ничего не понимаю откуда у алиса амулет поле может полина и алиса это один и тот же не бред какой-то один этот человек узнаете из-за того что вовочка вовчик от скорее всего волчонок и скорее всего пробавшие дети напрямую типа по счету идут от животных то что но это слишком жирный намек если теории все то что вовчик специально в меню не показывается его нету он не показывается в меню почему-то все показываются кроме него может конечно натягиваю но все-таки теория в том что полина в этом моде может быть алисы не не безосновательное да и к тому же они глаза похожи даже если присмотреться у них глаза довольно схожи и манера части похоже серьезно потому что как говорится может быть она просто на виду ведет себя такой прям такой вот актуальная вот если отодвинется так скажем уберет эту маску она реально покажется такой вот жизнерадостный я протянул амулет по линии она его быстро спрятала в рюкзак оберег души я теперь у тебя в долгу а нет ты чего все хорошо ты мне ничего не должна я поцеловала тебя в щечку на думаю что это слишком банально банально решили что-то получше наверно полина ошиблась за автор выход на выходные начинают завтра же суббота и и ласковый голос согрел мое сердце если надо останусь ради нее хоть ночевать здесь да хорошо я слегка опустил глаза и посмотрел на книгу аккуратно привела мастившуюся перед полин а что читаешь кстати как раз таки ту книжку которую я дала тебе вчера но она же у меня я взяла еще одну в библиотеке а точно здесь же библиотека вчера довольно много прочитал скажу так она заставляет погрузиться в сюжет солидарно с тобой правда мне это читать немножко сложновато не как первая моя книжка такого жанра но я буду рада если мы будем обсуждать ее время от времени я не против посмотрев на ручку лежащую рядом с книгой я вспомнила послать кстати полин а ты не видела в той книге которую ты мне дала никаких записок не видела они там есть есть но одна и очень странно неужели записка от самого редрика шухарта полина мечтать одно улыбнулась ага если бы со вздохом произнес я записка от никого видите так мало того записка еще у меня и ручка его есть я ее ромки выиграл и что там было написано дословно сказать не могу но что точно там было явный страх он боялся лес и его обитателей еще он звучит странно но в кого-то превращался также там много разных зачеркнутых а затем исправленных слов нормальные тексты за них превратился в какой-то грубый будто выцарапанный но главное как я понял родители этого видите куда-то уехали и он был один до полин она тревожно посмотрел меня витя пропавший мальчик новость о нем было очень давно сказанных полины слов меня невольно передернул перед глазами сразу всплыла то записка оборванная желтый и один год пролежавшая словно ждущая своего час откуда ты знаешь если тут давно было из старых газет и у дедушки еще спрашивала пусть этот поселок и далек от современности но если покопаться поглубже то можно найти столько интересных вещей жаль что из интересности здесь лишь вырезки из газет и фотографий пропавших детей полина знает куда больше чем все остальные кстати говоря вот еще намек она куда более но опять таки опять таки еще один небольшое подкрепление к теории что она может быть все-таки алисой но блин у нее куда больше знания о городе чем остальных все остальные просто это практически не замечают но кроме вову кроме ромки и бяши которые просто просто вот не знаю может по своему характеру характеру просто оглянулись вокруг вот а теня из того что они сами с этим столкнулись бяши ведь с черным гаражом то по встречался ему плохо стал мне кажется ли она все-таки есть алиса но как тогда она могла быть в двух местах одновременно и в классе музыки и на улице со мной слушай полина какое твое любимое животное не особо люблю животных если честно странным тоном произнес а произнесла поле алиса наоборот их любит даже свою собачку имеет отчеток из чистого интереса спросил я полина глубоко вздохнула и покачала головой я тебя понимаю ничего страшного кажется я могу представить что случилось повисло молчание кстати а почему ты на моей парте сидишь здесь меня не достает домашкой а еще я бы хотела посидеть с тобой у меня едва не отвисла челюсть так что я пойду антоша полина встала и ласково погладила меня по плечу еще раз спасибо что нашел мой амулет опустив руку она пошла к своему месту было бы но шесть лет я взглянул взглядом проводил ее до парты пусть день и начался довольно необычно они мне он мне нравится кстати говоря опять-таки кстати говоря чем можно намекнуть рома не такой агрессивный как в оригинальной новелле он куда не менее агрессивный может конечно у нас не видит вместе но я думаю видел бы но если он не видел то ладно из-за этого может быть он к нам не пристает но если он видел и все равно как-то нас не трогает то блин мне даже обидно отчасти тогда будет трогать как говорится полину потому что если он но не ведет себя так прям слишком сильно агрессивно то жалко как то продолжаем извиняюсь надо было отойти ладно пора доставать учебники очередной день в школе учат школе учат школе учат школе как всегда первый урок это русский разбор и предложений слов весьма и зури измурить и изнурительное занятие особенно когда некоторые весьма одаренные особо не могут отличиться где причастия где эти причастный оборот чувствую маленькая переменка мне не при не помешает пойду полью воды и сразу вернусь кстати говоря сам про себя понимаю я тоже иногда чаще всего как бы как не зубрил все равно частенько путался вы оборот где причастных оборотах причастиях все равно путался как не старайся себе в голове это убить у нас даже отпустили без скандалов удивлен выйди из кабинета я остановился чтоб смотреть в окно ну как только я собрался двинуться что-то за руку потянуло меня назад или кто-то ой зубную пасту с лица вы три неряха о катя пристально сверлила меня игривым взгляд зубную пасту я дотронулся до щеки почувствовал шершавую курку блин и я в таком виде сидел перед полиной спасибо кать не стыдно в таком виде перед девочками появляться я посмотрел на полину после чего неловко происходящее неловкость происходящего уже дошла до небес спешки собирался видимо плохо умылся между прочим ухоженные мальчики нравится колющие слова и мятное дыхание кати меня быстро отрезвил ты не переживай тебе наше внимание не грозит ой да и выглядишь ты как трусливый щеночек только запомни антоша полина не любит псов особенно диких уж извини если я тебя оскорбила но кто-то должен был это сказать все таки поэтому даже не пытайся за ней бегать есть кандидаты получше ясно опять рома я вспомнил слова кати сказанные ею не так давно да да я понял я всегда на страже настоящей любви запомни это свободен петров произнеся это приказным тоннам катя на мгновение отвела взгляд ее улыбка сползла в глазах стала наблюдаться встревоженность но это было ненадолго да что ж такое отдавать так ну и что ты пялишься извращенец пойду я лучше а то мало ли что такое недолюбленный мальчик может сделать с беззащитной дамой катя дразня посмеялась а затем показательно и медленно ушла вот только из моей головы не выходил а то мгновение когда она изменилась в лице здесь что-то не так ей кто-то ее кто-то заставляет так говорить наверняка что-то такое можно было заметить и в прошлом но моя ненависть к ней не давала это сделать нужно попытаться отнестись к ней снисходительный я вздохнул после чего отправился в класс школьный день закончился у самого выхода из школы полину первое позвал какой-то старшеклассник хотелось не поговорить возле класса музыки я остался в гордом одиночестве из-за из забот у меня теперь лишь ожидать параллельно наблюдая как ветер гнет ветви деревьев и разгоняет снежную пуль в разные стороны иногда эти ледяные осколки попадали мне в лицо от чего я морщился сразу сразу старался их убрать вот бы поскорее домой в тепло и уют о сбоку ко мне подошел бяша без приколов без приколов были ладно как я давно часто говоря не слышал их голос ладно при приятном стал да нет просто учеба и другие мелочи беша провела меня за угол школы привел меня за угол школы а вот и весельник оказавших оказавшись у стены где был повешен один бедняга не сумевший правильно отгадать слова вы виселица мы остановились ну привет антоха как только перед моим взором появился ромка бяша сразу же сделал за шаг назад стал позади меня что-то случилось немедленно решил перейти к сути разу к делу уважаю такой подход в общем полинку нашу знаешь да знаю а что как она тебе красивая наверное вопросы рома казались мне 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 весьма коварными и я не знал как только как точно на них ответить они словно обзивали в веревкой обивались веревка в бак вдоль шеи казалось по 2 казалось подвесили меня в воздухе и стоит сейчас сказать хоть одну неверную фразу как остатки земли тут же уйдут меня из-под ног дело говоришь антоха дело та еще красавица вот я и хотел подкатить к ней даже план придумал катя была права снял думал не не врала все-таки какой план не хотя спросил я в математике я не силен но вот в логике мосток в общем видел хоть раз амулет палинки на виде когти который да он сам она его всегда на шее нос и снимает его только когда у нас физра я узнал что она обычно переодевается у левой скамьи в раздевалке для девок ухода прям и кладет она этот амулет в рюкзак который там же и оставляет что-то мне кажется что ему доложил это все катя я очень сомневаюсь что он спионил вниз за нее раздевалки это не может быть ясно катика значит шпионит это плохо ну как плохом отчасти не очень мы не мне не послышалось там же девочки а мы пока они все уйдут только усы не в тена в каком смысле короче чуть не прогорели катька там сидела ты чё тварь бессердечная что ли про бля молодец похлопаю молодец ладно это похлопаю давай ему обозвав бяшку ромка даже не дал ему закончить фразу с по непониманием посмотрел на рому но что непонимание молодец блин ну как говорится хоть к паре ну как говорится хоть какая хоть какие-то хоть какая-то в нем есть серьезно что он не так сказал там катька сидела вся в слезах в общем я не знаю что с ней там случилось но это даже меня напрягло а вот откуда и волнение никогда ее такой не видел а скорее всего это можно было бы узнать только если мы пошли бы по пути не согласия ну ладно ладно к сути так она нас заметила и сразу же туфлями закидала пока бяжка с отвисшей челюстью стоял и пялился она ему так в рожу зарядила уроком будет ну а я отступать не хотел решил придумать кое-что значится я как этот супер шпион отвернулся извиняться начал дверью ошиблись и подходя к выходу сделал вид будто случайно полинкин рюкзак на пол уронил когда стал поднимать амулет из цапал ладно красавчик хоть воровать это плохо и фу-фу-фу ну ладно красавчик больше в рассказе рома меня волновало не то что он украл чужую вещь а то что было что было с катей на тот момент вся в слезах что с ним могло случиться 1 в раздевалке плачет ей даже никто не помог а помог бы ей я для чего это все зачем красть чужую вещь еще таким изощренным способом а для того чтобы полинка чуток погрустила что амулет такой дорогой потерял а потом я прихожу к неё по и дарю его весь такой герой сразу бы я добился бы шоу в лет только проблемка есть одна дай угадаю ты потерял амулет да вот и позвали тебя спросить не видел ты девку какую-нибудь или пацана ничего не понимаю если амулет украл рома то как он оказался у алисы но скорее всего нас сапала у него из чего вдруг катя плачет 1 в раздевалке огромное количество вопросов никаких ответов как обычно либо это очередной сон либо главный герой какой-нибудь запутанный книги и ты не и ты в отчасти прав придется соврать ему выбор у меня выбор у меня небольшой ну поди купи такой хрен найдешь ладно тогда антоха достала меня на холоде стоять домой пора ну ты это если найдешь гада кто себе амулет присвоил звякни еще и баблишка с него подтянем а за помощь отдадим все тебе да хорошо буду внимательнее и одобрительно кинул вместе с этим аккуратно скрестил за спиной указательные средние пальцы даже не могу представить что было бы если бы я рассказал правду ладно это не самое главное сейчас полина довольно сильно задерживает довольно сильно задерживается что этот старшеклассник может обсуждать с ней так долго может это ее парень надо вернуться ко входу слишком не очень приятные слова подходя я подходя я увидел полин ничего страшного это того стоило сказал я в который раз вытирая маленький маленькие капли от раз отрастающегося извиняюсь от растающих снежинок со своего лица и очков насчет субботы или полна попросила меня украсить коридор на нашем этаже к дню детского творчества разве этот день не для начальных классов да как раз для них мне нужно просто помочь украсить но одной не не ставится поэтому я уговорила взять тебя с собой в изумлении я при приоткрыл рот вот так подарок весь день вместе с полиной я согласен во сколько приходить какой быстрый половине 11 встретимся у входа в школу хорошо так я еще и выспаться успею что не опоздаю с собой надо что нибудь брать лишь хорошее настроение лицо полины просияло улыбкой пойдем домой 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 я наверное неправильно выразилась пойдем по домам о да извини я не так понял я бы с радостью пошла к тебе на у меня сегодня дела есть да я и оленьке пообещала что посмотрю с ней мультики так что не переживаем тоже ясно мягко проговорила полина всегда когда она разговаривает таким голосом мое настроение поднимается я и оля были бы рады пойдем пойдем я взглянул в большие глаза полины и последовал за ней я тут слышала кое-что что же спасила я задумчиво кстати говоря подождите-ка да не так вот так красота все продолжаем что ты с ромкой теперь сдружился ну да мы общаемся но я не хулиган честно будь с ним осторожнее от него можно ожидать все что угодно обещаю ввязываться во что-либо я не буду спасибо тебе повисло неловкое молчание что хотел тебе сказать тот старшеклассник старшеклассник рассмеявшись полина поставила мне меня в ступор я не я не поверю слова своим ушам отвел взгляд а понятно ну ты чего антоша я же пошутила это учитель музыки но он и правда молода выглядит да он и сам молодой я и не заметил как вздохнул с облегчением нет просто мало малость засмущался полина наоборот ярко улыбнулась плохая новость что фавориты они меняются фавориты они меняются ты можешь легко себе другого найти кто знает хоть я и знал что она специально дразнится я усмехнулся в ответ как и ты для меня полин приятно ответься отвечать тем же полина удивленно покосилась нами если бы то есть не если бы в смысле ясно все все я злой опять умеешь ты волшай конечно я запутался я не могу прям пожалуйста оставайся таким и дальше спасибо я отвела взгляд я быстро обернулся но ничего не увидел я обернулся обратно но рядом со мной никого не был полина ты где на меня нахлынуло волнение ответом на мой крик был лишь шум ветра вот в эту секунду на меня донесся пронзительный пробирающий насквозь крик зрачки расширились а внутри все сжалось и похолодел я лихорадочно принялся метаться глазами со стороны стороны в сторону пытаясь понять откуда он доносится только не полина нет полина кто бы ты ни был отпустили я со всех ног рванул в сторону откуда наносился голос полина я был зол и напуган одно время выпадет фразу которая услышал старых боевиках я ускорился перья на ходу решимость я представлял огромного маньяка который держит остроконечный нож у горла полин что я тогда сделаю я плевать заворачивая за угол меня всего трясло будто бы обижал прямо в длинные пальцы поджидающего меня поджидающий меня смерти пусть если не я попали на выживет обремененный тяжким выбором я сделал свой я сделал свое посмотреть в глаза пропасть и где он держит я крутил головой из стороны в сторону пытаясь заметить хоть какой-то след а на автомате сделал внезапно почувствовал холод под своей курткой он напомнил меня прикосновение прикосновение лезвия огромного кухонного ножа который попал когда-то которым папа когда-то разделал тушу свиньи однако ничего не ничего опасного это лишь обыкновенный снег а шуточки перед собой я увидел свою спутницу живую и невредимую но от этого возмущения начала братьевер она виноват посмотрел после чего я убавил был делать так больше пожалуйста с этими новостями о пропаже детей любой намек душу выворачивает ай еще и голова после тех травм побаливает и вдруг ко мне пришло осознание того что я стою и ною решив разрядить обстановку я выдал что-то нелепо хотя если так подумать правда смешно вышло пожалуйста пошли назад и хантоша как бы мне хотелось погулять с тобой подольше но увы я должна идти дела но я очень благодарна тебе за то что ты так сильно обо мне заботишься полина подошла ко мне поближе наши лица были в считанных сантиметрах друг от она она хочет целовать меня я закрыл глазу зла в ожидании процентов она сейчас счетчик чумок из обрадовался полина просчитала мне на ухо вызов рой покалывающих кожу мурашек после чего она помахав мне рукой ушла так ей не получил свою награду эх пора домой ничего не получили и ушли с носом ну чтож ну на этом уже и закончим честно говоря что-то блин много йокарный бабай чуть на 30 минут в этот раз вышла 1 и немножко переторопился ладно ладно уже в следующей серии продолжим наш день что-то на больше вышло я обычно 25 а так нате еще на на 10 минут больше тут да ладно надеюсь вам понравилось ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии предлагайте игр для прохождения критикуйте буду рад с вами поболтать заглядывайте в описании то будет ссылочка на мой дискорд сервер и на рутуб и вдруг что свету вам случится так мы хотя бы не потеряемся и кстати говоря также на самого лучшего дизайнера крайне хорошего который сделал нам шапочку и аватар очку для нашего канала ему большое спасибо возможно и у него также закажу и новогодние когда уже подойдет время следующего нового года у нас будет уже новогодняя шапочка ради этого денежку потратить будет не жалко и не забывайте жать на кнопочку подписаться до колокольчик такое новых видео узнаете пополните нашу большую но все такую же крепкую семью и сами конечно же не прощаюсь и увидимся в новых приключениях нашего зайчишки